В начале прошлого лета вокруг села Эсса запылали сопки. С масштабным пожаром боролись десятки сотрудников спасательных ведомств. Поэтому для третьего этапа масштабных всероссийских учений в этом году выбрали следующий возможный сценарий. Горящий лес вокруг удалённого села, несколько сожжённых домов и сильный ветер, разгоняющий пламя. В условном селе с огнём боролись пожарные расчёты МЧС, а лес за его пределами тушили силы лесоохраны. Были проведены мероприятия по разблокировке дорожного полотна, которое перекрыто повалившимися деревьями. Отработаны элементы по тушению лесного пожара, отработаны элементы по тушению пожара в населённом пункте. Также дополнительно была усложнена задача с применением авиации. Было произведено с помощью ВСУ-5 сбросы воды. Чтобы добраться до отдалённых очагов пламени, пожарные пробивали дорогу монстром противопожарной техники – инженерной машиной разграждения. Такой вездеход нужен для расчистки завалов и формирования коридоров сквозь сгоревший лес и разрушенные постройки. Для тушения огня в засушливых районах леса МЧС подняли в воздух Ми-8 с водосливным устройством. Масса воды, сброшенная сверху, помогает снизить скорость распространения огня и ослабить тепловой поток. Для усиления группы к месту пожара прибыли десантники Камчатского спасательного центра. Также мониторинг обстановки велся с помощью беспилотников. КГУ охраны Камчатских лесов заключены договоры на пожаротушение, кроме того, заключены договоры на мониторинг пожарной безопасности в лесах. Прошли обучения лесные пожарные, прошли обучения десантники пожарные, кроме того, прошли обучения лётчики-наблюдатели. Техника готова. Оперативный штаб МЧС собирал информацию и координировал расчёты. Всего в масштабной тренировке было задействовано около 350 человек. Сотрудники спасательных ведомств проверяли готовность, заряжение, техники и свои навыки. Учения стали подготовительным этапом к пожароопасному сезону, который начнётся в мае. Александра Радченко, Антон Дутов. Присодействие пресс-службы МЧС России по Камчатскому краю.